Дмитрий Круковец С двухметровой высоты в Саргуте на голову восьмилетней девочки свалилась металлическая пластина от домофона. Выбор сделан. Горожане проголосовали за приоритетное благоустройство парка в 20-м А микрорайоне. Единый диспетчерский округ в Саргуте завершилось создание одной из пяти больших медицинских зон скорой помощи. Саргуте ребенок получил травму из-за упавшей на голову металлической пластины от домофона. Восьмилетняя Валерия Стрюкова, отправляясь в школу, не смогла выйти из подъезда. Когда девочка открыла дверь, на нее с двухметровой высоты упал якорь электромагнитного замка весом почти один килограмм. На месте удара у девочки образовалась глубокая рана. Родители немедленно обратились в травматологическую больницу. К счастью, все обошлось. Врачи поставили диагноз – ушиб мягких тканей без сотрясения. Смягчил удар – головной убор. У меня, как и у любой мамы, была паника. Когда тебе звонит твой ребенок и кричит со слезами тебе, что мама мне разбила голову, и ты слышишь, что она плачет, она не может ничего, кроме этого, сказать. Конечно, я выбежала из дома, спустилась вниз на первый этаж, увидела ее в слезах, держащуюся за голову, сняла шапку, увидела кровь, спросила, как это произошло. Она тут же отвела меня к двери, где мы увидели лежащий стальной вот этот брус, который весом один килограмм, который с двухметровой высоты упал ей на голову. И тогда уже была злость именно на ту компанию, которая занимается установкой этих дверей, именно домофонов. Мама Валерии говорит, что не раз сообщала об обслуживающую домофон компанию неисправности системы. Дверь в подъезд, приложив немного усилий, можно было открыть без ключа. Ситуация не менялась в течение полугода, что нашей съемочной группе подтвердили жильцы многоэтажки. По словам Анастасии, рабочие после ее звонка в день ЧП восстановили конструкцию. Семья пострадавшей теперь намерена привлечь обслуживающую организацию к ответственности. Стрюковы собираются написать претензию. С представителями компании «Консур» встретилась наша съемочная группа. Журналистам рассказали, что в компанию заявки от жильцов дома на профсоюзов 14-1 в последнее время не поступали. Там считают, что конструкция была установлена по всем нормам, а произошедшее – несчастный случай, либо акт вандализма. Наши ребята после этого еще раз приехали на адрес. Вот этот якорь установили, проверили – резьба не сорвана. То есть для того, чтобы якорь разболтался, нужно либо, чтобы на двери, к примеру, стоял не доводчик гидравлический, а пружина. Вот когда дверь хлопает постоянно, якорь может разболтаться. Или же его должны были раскрутить специально. Мы списываем на это. Скорее всего, это акт какой-то вандализма. Поэтому я могу посоветованием обратиться к нашим органам, чтобы посмотрели либо по камерам, либо еще где-то, были ли какие-то акты. Подушки не сработали. В ДТП в Сургуте пострадала девушка. Авария произошла утром 4 марта на улице Пушкина. Столкнулись Lada X-Ray и Toyota Camry. По предварительной информации, водитель отечественного паркетника, выезжая с придомовой территории, не убедился в безопасности маневра. Произошел удар с Toyota, которая ехала по главной в сторону улицы профсоюзов. В иномарке не сработали подушки безопасности. Пассажирка Toyota получила повреждение. На машине скорой помощи ее доставили в травматологическую больницу. По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии. Lada X-Ray выезжала с прибегающей территории с поворотом налево. Соответственно, я еду со стороны мира. Внезапно получилось, да. То есть я уже начал уходить от ДТП влево. Но все равно не успел. Автомобиль ДПС перевернулся в Сургуте. Инцидент произошел в среду около 13 часов на улице Крылова. По предварительной информации, экипаж вел преследование автомобиля, который не остановился на законные требования инспекторов. По камерам наблюдения системы «Безопасный двор» можно установить, что «Хиндай Солярис» ГИБДД двигался по крайней левой полосе. В какой-то момент ехавшая по правой стороне дороги легковушка перестроилась. И у полицейских не было иного варианта, кроме как увезти свою машину на обочину. В противном случае в ДТП могли пострадать люди. Удар смягчил снег. Стражи порядка были пристегнуты и не пострадали. В управлении МВД сейчас разбираются во всех обстоятельствах случившегося. Внесли технические коррективы. В неочередном заседании городской думы депутаты утвердили поправки в концессионное соглашение о строительстве второго блока школы номер 9 на улице Крылова. Решение потребовалось в связи с изменениями, принятыми на федеральном уровне. По ходатайству концессионера компании «Инвестстройцентр» на месяц увеличен предельный временной промежуток для получения заключения о достоверности определения смертной стоимости образовательного объекта. Эта передвижка, заверяют в администрации города, никак не повлияет на сроки сдачи школы в эксплуатацию. Установленный срок у нас был 24 февраля, год прошел, когда закончится проектирование. Консессионер проектирование сделал, вот сейчас уточняет он на завершающем этапе экспертизе, вообще он вышел на строительное поле, приступил к строительной работе. Общие сроки и другие иные условия концессии экономили. Консессионное соглашение заключили год назад, оно предусматривает строительство и дальнейшую эксплуатацию в течение пяти лет школы на 550 мест. Договором предполагается, что инвестор возведет образовательную организацию за свои деньги, а после в течение пяти лет будет эксплуатировать объекты и получать прибыль. Возмещать расходы предполагается за счет сдачи помещений в аренду учреждениям доп. образования. Стоимость объекта оценивается в 1 миллиард 200 миллионов рублей, сама стройка в 850 миллионов. Планируется, что откроют свои двери школу на 550 мест в 2021 году. В Саргуте подвели итоги рейтингового голосования по благоустройству. Жителям представили на выбор 4 сквера в 43, 38, 20А микрорайонах и на улице Республики на территории бывшего тубдиспансера. Лидером голосования стал объект в 20А микрорайоне, расположенном за зданием ГИБДД. Им займутся в первую очередь к реновации. Все приступят уже в следующем году. Там появятся пешеходные дорожки, аллея, места отдыха, малоархитектурные формы, детские и спортивные площадки. Остальные зеленые зоны тоже преобразятся. Они попали в муниципальную программу формирования комфортной городской среды, которая рассчитана до 2030 года. Всего в онлайн-голосовании приняли участие 17,5 тысяч человек, очно сделали свой выбор больше 3 тысяч сургутян. 80% финансирования на реновацию парка в 20А микрорайоне направят из федерального бюджета. Остальное возьмет на себя город. Тот процент вовлеченности населения на вопросы благоустройства, который указан в паспорте проекта «Жилье национальное жилье и городская среда», который равен 12% трудоспособного населения с 14 лет, а это 35 тысяч горожан, достигнут. С учетом сбора предложений, с учетом рейтинга голосования и с учетом тех обсуждений, которые уже были проведены. Получат средства на благоустройство и несколько сельских поселений Сургутского района. Реконструкцию проведут в Высоком мысу, где ежегодно проходит фестиваль бардовской песни, ставший уже брендом муниципалитета. В Русскинской начнут строить продолжение «Этнограда». Проект участвует в федеральном конкурсе и в случае победы получат дополнительное финансирование. «Этно-деревню» построят и в поселке Солнечном. С такой идеей к Андрею Трубецкому обратился один из жителей. Глава Сургутского района предложение поддержал. В этом году здесь начнут строить парк. Он появится в центре сельского поселения на улице Зои Космодемьянской. «Этно-деревню» в 2020-м спроектируют. Предполагается, что в результате появится комплекс строений, каждый из которых будет многофункциональным. По проекту их было не меньше четырех. И я не хочу пока открывать все тайны, но действительно они несут самобытную. Мы с вами, если приезжаем на слет оленеводов, для нас это уже привычно и типично, что вот в чум мы либо покушали, либо еще что-то располагается. То и здесь мы тоже хотим построить такие здания, чтобы они были действительно многофункциональные. И дом возвели, и набережную благоустроили. Молодежное объединение компании «Сургутнефтегаз» и турклуб «Северный ветер» организовали юбилейное соревнование по строительству снежных хижин и иглу в Ленторе. Участие в турнире приняли рекордное за 10 лет количество команд. Две сборные приехали из Ленинградской области. И не столько, чтобы соревноваться, сколько, чтобы посмотреть и потрогать снег. Как правильно возводить жилища эскимосов и кто победил в упорной борьбе, знает Виктория Алексеева. Улучшить жилищные условия тем, кому еще не исполнилось 35-ти. Юбилейные 10-е соревнования по строительству иглу прошли в Ленторе. Условия просты. В команде 6 человек. Среди них минимум одна девушка. Участники должны иметь при себе ножовки или снеговые пилы. Старт одновременный по отмашке главного судей. Финиш по сигналу капитану о завершении постройки. Иглу – типичное жилище для эскимосов. Строят его, как правило, из ледяных блоков или из сугробов снега, подходящих по плотности и по размеру. На первый взгляд может показаться, что это просто. Вырезая ножовкой снег и составляя в круговую друг на друга блоки. Но в строительстве иглу есть и свои секреты. Возведение иглу – это прежде всего командная работа. Полагаться только на себя нельзя. Чтобы дом не рухнул, нужно внимательно складывать блоки. Соседние не должны соприкасаться нижними углами. Вот всё. Вроде всё как-то ровненько всё. Так, режь вот здесь вот так вот. Пилой. А ещё не рекомендуется двигать вперёд-назад установленный блок. Он может потерять первоначальную форму. Специалисты советуют сначала поставить снежный куб и только потом подрезать выступающие части. Иглу можно построить в среднем за два-два с половиной часа. Этого достаточно вполне. Минимальный размер зачёт идёт полтора метра. Главное – свести купол, чтобы не было каких-либо дырочек, просветов. И всё. Оценивать будут по диаметру пола. Берётся три точки минимального размера. И высчитывается окружность. Строительство снежных хижин – ежегодное и популярное мероприятие молодёжного объединения компании «Сургутнефтегаз». За девять соревнований участники построили 156 иглу. Это 500 квадратных метров, не считая территории. Такое масштабное мероприятие, как Иглу, является одним из знаковых мероприятий молодёжного объединения среди молодых работников, так как оно сплачает молодых работников. Это, конечно же, адаптация, это хорошее проведение времени и здоровый дух в здоровом теле. Первые соревнования прошли в 2011 году. Тогда в них приняли участие всего шесть команд. В юбилейный 2020-й собралось рекордное количество желающих – 30 сборных структурных подразделений акционерного общества. Среди них три команды строили эскимосские жилища вне конкурсного зачёта. Это представители турклуба «Северный ветер» и две команды работников нефтеперерабатывающего завода «Сургутнефтегазы» из города Кириши, Ленинградской области. В строительству Иглу нам нравится снег. У нас нет снега, поэтому мы приехали к вам, чтобы его потрогать, попилить. Это наше первое строительство Иглу. Я думаю, что здесь важна команда. Построить снежный дом – это активный отдых, спортивный интерес, романтика севера – один из навыков выживания. А принять участие в таких состязаниях – это ещё и повод завести приятные знакомства. То, что мы все вместе сплотились, собрались из разных, грубо говоря, цехов в одну кучу, и мы строим общий наш снежный дом. Командный дух. Мы знаем, что делать, и поэтому у нас всё получается. Сплочённость. Мне нравится вообще в этом мероприятии то, что нас скоро будут кормить. В упорной борьбе первое место заняла команда «Снег и лопата» – «Сургут Асунефть». Второе – у представителей ЦБПО БНО – «Чесночок, чтобы ты заплакала». Бронзу завоевали «Эскимосика», «НГДУ», «Ленторнефть». Интересно, что обычно после соревнований команды рушили постройки и убирали за собой. В этом году впервые «Иглу» остались. «Сургутнефтегаз» договорился с администрацией «Лентора», чтобы жилища «Эскимосов» украшали набережную города, пока не растает. Виктория Алексеева, Сергей Коликов, «Сургут Интерновости», «Лентор». Единый диспетчерский округ в «Сургуте» завершилось создание одной из пяти больших медицинских зон скорой помощи. Решение о разделении «Югры» на территории, обслуживать которые будут, как следствие, пять диспетчерских, в регионе приняли в рамках развития экстренной помощи пациентам, а также санитарной авиации. Теперь все вызовы, которые пациенты «Сургута», «Сургутского района» и «Коголыма» совершают по номерам 103 или 112, поступают в диспетчерскую нашего города. Специалисты передают их бригадам в населенные пункты на планшеты. Такая форма работы должна повысить качество оказания медицинской помощи населению, особенно по доставке больных в учреждения третьего звена. Это окружной кардиологический диспансер, сургутская травмбольница, СОКБ. Бригады на местах, например, в поселениях Сургутского района всегда могут проконсультироваться со старшим врачом на нашей подстанции, чтобы наверняка решить, нужна ли пациенту экстренная помощь узких специалистов. Первый вызов Сургутская скорая передала за 220 километров от города бригаде в Нижнесартымский. Первый вызов, он, конечно, нам запомнился, что мы все ожидали, конечно, жили в ожиданиях, как это все произойдет. Поверьте мне, прошло очень гладко. Диспетчера его спокойно перебросили на планшет именно бригады медработников в Нижнесартыме. Второй мы где-то дней пять обкатывали, все-таки боялись трогать дальше, но потом, как попробовали и начали. Сразу мы подключили Федоровский, через день мы подключаем Леонтур. Своими силами Сургутская скорая провела ремонт диспетчерской. Количество рабочих мест увеличилось с 4 до 8. СМИ также создали одно резервное. Упорядочили и штатное расписание, поэтому создание единого диспетчерского округа, по большому счету, практически не стоило ни одного рубля. На специальных мониторах диспетчеры видят передвижение бригад по вверенной территории. Это исключает задержки при оказании помощи пациентам. Чтобы равномерно распределить нагрузку на специалистов, населенные пункты единого округа разделили по линиям. Накладки во время звонков по номеру 103 минимальны. Разработаны именно дерево решений при приеме вызова, которые к минимальному риску сводятся, чтобы ошибка. Белый Яр Солнечный, там Барсово у нас выведены на городские линии, то Леонтор и Нижний Сартым у нас на отдельной линии и Когалым и Федоровка на отдельной линии. Работают чуть-чуть неплохо. Следующий шаг в развитии Сургутской скорой помощи – создание телемедицины. Специалисты хотят дать бригадам возможность в случае необходимости не только консультироваться со старшим врачом на подстанции, но и сразу в клиниках. Сейчас фельдшеры тоже могут это делать, но только пользуясь приложением Skype, что не очень удобно. Главный врач Сургутской скорой Владимир Вершов поделился, что в будущем также хотелось бы открыть отделение медицинской эвакуации. Тогда оказывать помощь пациентам можно было бы еще быстрее. В Сургутском доме журналисты накануне презентовали новую книгу из серии «Живая память». Этот проект посвящен людям, которые внесли большой вклад в развитие нашего города. Новым героем книги стал Фарид Кагарманов, заслуженный врач РСФСР, кандидат медицинских наук. В 1972 году открыл в Сургуте первое травматологическое отделение. Тогда 35 его коек размещались в небольшой деревянной постройке. В 1984 году Кагарманов основал на базе той небольшой травмбольницы нейрохирургическое отделение. То есть можно смело сказать, что Фарид Султанович стал первопроходцем травматологии в нашем городе. Сборник из серии «Живая память» включает воспоминания семьи, друзей, коллег и пациентов первого главного врача травматологического центра Сургута. Вдвойне приятно, что из глубин нашей памяти поднялось это имя и наконец-то оно засветилось на нашем небосклоне личностей города Сургута. Фарид Кагарманов. В 2007 его дело в Сургуте продолжают не только множество учеников, травматолога и нейрохирурга, но и его сын Дамир Кагарманов. Причем о медицине он сначала не думал. Решение пойти по отцовским стопам пришло практически к окончанию школы. На что он мне ответил. Я знаю, что это за труд. Это тяжелый хлеб с потом и с кровью, но тем не менее мне очень приятно, если ты пойдешь в медицину. То есть это его дословность. Ну как бы слова, которые я запомнил на всю жизнь. И как бы вспоминая эти слова, я хочу сказать, что я не пожалел, что выбрал такую специальность. То есть помогать людям быть нужным. Счастье быть нужным в Центре инклюзивного образования и адаптации. Счастье провели встречу с партнерами. Гостям презентовали результаты грантовой поддержки и продемонстрировали, как на деле работает приобретенное оборудование и какова его эффективность. Центр уже сегодня реализует проекты, направленные на социально-трудовую адаптацию детей с особенностями здоровья. Кто уже сегодня готов поддержать их начинание, знает Юлия Плескачева. Четыре мастерские, где дети с особенностями здоровья занимаются мыловарением, рукоделием, созданием свечей и изделий из керамики. В Центре инклюзивного образования и социальной адаптации счастья презентовали результаты, достигнутые благодаря грантовой поддержке. Сейчас руководитель учреждения и его партнеры думают, как поставить производство на коммерческую основу, чтобы занятия приносили воспитанникам двойную пользу. Благотворительный фонд «Траектория надежды» социально-трудовой адаптации детей готов оказать поддержку. Работа мастерских, она такая уникальная на весь округ. Это первый социальный опыт, когда дети с особенностями развития и особенностями здоровья изготавливают что-либо. И, конечно, с Ириной Ивановной Токаревой, с директором Центра счастья мы сейчас только планируем все эти каналы коммуникации выстроить и каналы реализации продукции выстроить. Это очень важно, потому что детям нужно не только что-то делать своими руками, но и чувствовать самое главное, что они кому-то нужны. В Центре инклюзивного образования реализует проект «Социально-трудовая адаптация», в рамках которого ребята учатся понимать, что такое трудовой процесс, режим и производственная дисциплина. Учреждение сможет выступать адаптационной площадкой, а в последующем стать местом работы для людей с ограниченными возможностями здоровья и заниматься сопровождаемым трудоустройством. Небольшой опыт уже есть. На базе швейной мастерской работает Анастасия. У девушки нарушение слуха. Такой опыт работы полезен и для нее, и для самих педагогов Центра. Ей приходится нас понимать по написанным и по графическим заданиям. Здесь достаточно есть несколько видов сложности. И научиться выстраивать процесс в том числе визуально и понятно, под средством визуальных чек-листов, это полезно и нашим ребятам с ментальными нарушениями, и людьми с нарушением слуха. Активное участие в этой встрече принимали и представители фонда «Траектория надежды». Для них этот проект тоже интересен. Благодаря обучению в Центре счастья дети могут спокойно и комфортно чувствовать себя в общении с другими детьми. Для меня лично это большой опыт. Я здесь нахожусь от центра, от благотворительного фонда «Траектория надежды». К слову, фонд «Траектория надежды» запускает круглогодичный конкурс проектов в области добровольчества. Организация готова поддержать идеи как финансово, так и информационно-консультационно. Условия сотрудничества можно узнать по телефону 51 11 80. Юлия Плескачева, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. В семейном кругу повеселиться на игровой площадке, провести мероприятия для дошкольных и школьных групп. Торговый центр «Вершина», пятый этаж. Подробности по телефону 33 23 20. Кухня, спальня, детские шкафы-купе, мебель для офиса. Удивительно низкие цены. Торговый дом «Евроофис». Улица Островского, 26, 3. Телефон 510 210. Ты видела нашу начальницу? Работает на износ, а выглядит, как будто после отпуска. Говорят, она ходит в клинику «Голдберг». Наверное, это дорого. С учетом твоих финансовых возможностей, тебе подберут весьма эффективные процедуры. Кстати, почти весь наш отдел уже записался на бесплатную экспресс-консультацию. Промо-код «Молодость». Все, звоню 500 118. Включи «Лаврадио» твоей мечты. Телефон 221 555. Настроение человека во многом зависит от солнца. Его управляемый поток радует утром и успокаивает вечером. Так просто. Компания «Жалюзи». Улица Гагарина, 8. Телефон 245-00. Улица Лермонтова, 11, дробь 5. Телефон 36-14-47. Собственное жилье – это свобода. Свобода общения и встреч. Свобода делать то, что ты хочешь в отдельной уютной студии. Особенно, когда твои соседи так же молоды и активны, как и ты сам. Наслаждайся природой и весело отдыхай с друзьями в двух шагах от своей квартиры. Ведь мы продумали все для твоего максимального комфорта и безграничной свободы. ЖК «Дорожник» – лучшее место для начала самостоятельной жизни. Упс, да это же Пупс! Милая малышка Ляля Шелунишка. Поет, играет, хнычит, засыпает. Уже в Карапузе по праздничной цене. Ресторан «Аккорд» – это идеальное место для проведения свадеб, торжественных мероприятий, банкетов, юбилеев, корпоративов, новогодних вечеров, дней рождений. Светлый, уютный банкетный зал до 120 мест. Банкетное меню составляем по вашему вкусу. Мы поможем вам с организацией вашего торжества. Услуги ведущего. Живое профессиональное вокальное исполнение. Праздничное оформление зала. Богатое банкетное меню русской европейской кухни. При бронировании торжества в будние дни предоставляется приятная скидка. Спешите забронировать лучшие даты. Всегда рады видеть вас. Улица 30 лет Победы, 45 дробь 1. Телефон 3355-00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова